Приветствую вас, и в первую очередь, что нужно сделать, это добросись терпением, пониманием к мужчине, и не торопить его с изменением в своей позиции относительно отношений. В его жизни был негативный опыт, этот негативный опыт нельзя просто забыть, вам нужно понять, что боится он не по своей воле, боится он потому, что не хочет повторения боли, не хочет у нас страдать, а вступление в отношения с вами есть, по сути дела, риск повторения этого. Итак, да, нужно понять, во-первых, в чём именно он обжёгся, что именно с ним произошло, и показать ему, что вы так никогда не поступите. Когда человек говорит, что он обжёгся, это означает, что человек что-то не получил, на что-то надеялся и в чём-то разочаровался. Вот именно в зависимости от того, что он не получил, и в чём он разочаровался, вам нужно действовать, предоставив ему это в полном объёме. Допустим, его предыдущая девушка не давала ему внимания. Значит, давайте ему это самое внимания. Неестественно, не мужчин к себе. Неестественно, не бесконечно, не безмерно, не полностью. Но, тем не менее, тем не менее, прилично, много. Достаточно, чтобы мужчина понял, что вы не такая, как его девушка бывшая. Достаточно, чтобы мужчина понял, что вы лучше него, ой, что вы лучше её. Достаточно, чтобы мужчина осознал, что вы та самая, кто ему нужен. И требуется время, чтобы вы вот этим вот заменьшением того, чтобы им было нужно от неё, показали ему, что вам можно доверять. И только так можно избавить человека от страха. Ну, а если страх не уйдёт, если разговоры, если его выражение своих переживаний вам не поможет избавить его от опасений, то тогда скажете ему, прости, дорогой, можешь продолжать бояться, я не хочу быть мужчиной, который боится. И если чувства к вам у него искренние, он, не желая вас потерять, всё же рискнёт. А если он будет выражать вам желание быть с вами, но будет жаловаться на то, что вот этот страх ему мешает, то тогда вам нужно обратиться за помощью к нашим экспертам хотя бы на этот ресурс, чтобы здесь уже ваш мужчина задал вопрос и чтобы мы ему помогли. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.